Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Леоб Анимейшнс. Помните, я обещал сделать обзор на набор по серии Звездные Войны? И как раз это совершилось. Я делаю обзор, набор, артикул которого 7143 под названием Jedi Starfighter, или же в переводе на русский, Истребитель Джедая. Это набор-раритет, он аж 2002 года. В нем одна мини-фигурка и 183 детали. Давайте же его рассмотрим. Так как я брала этот набор в был состоянии, коробочки не было, есть инструкция, но она в очень хорошем состоянии, как идеальная. Вот этот логотип Лего в сложной сборке. Потом вот здесь вот серия, вот здесь вот артикул и название Jedi Starfighter. Ну вот, сам набор. И сборка начинается с второй страницы. Заканчивается сборка 20... а точнее, да, 27-й. Потом идут рекламы наборов по второму эпизоду Войны Клонов. Далее идут наборы 2002 года. Ну и на последней страничке здесь реклама сайта lego.com, подразделение Star Wars. Фигурка в наборе только одна. Это Оби-Ван Кеноби во втором эпизоде. Это Войны Клонов как раз. Фигурка, конечно, раритетная. Это видно по цвету головы и рук. Это желтый цвет, которые были примечательны до 2005 года. Ну вот, очень классная фигурка. В общем, она обделена принтами. Тут есть только принт спереди. Сзади никакого принта нету. Такое вот интересное лицо с микрофоном. Кстати, хочу заметить, что, тем не менее, фигурка эта является эксклюзивом для этого набора. Так как с микрофоном она была именно здесь. Вот такие рожие волосы. Такое вот лицо с улыбочкой. Только я не понимаю, скошен принт или нет. Мне кажется, немного скошен. Ну и если снять парик, то на обратной части лица ничего нет. Вооружен джедай. С цветовым мечом голубого цвета. Вот с такой вот очень интересной хромированной рукояткой. Но в другой руке он держит бинокль старого серого оттенка. Ну и сейчас я приведу сравнение с версией 2013 года. Ну и вот как раз его собрали с 2013 года. У него есть принты на теле спереди, на теле сзади также есть принты. На поясе, на ногах. Изменен цвет. Уже цвет головы. Оттенок. Видно, что прогресс налицо. И мне это, честно говоря, очень даже нравится. Ну и теперь мы непосредственно переходим к основной части этого набора. Это легкий перехватчик Дельта-7 типа Эфирная Фея. Или же более часто применяемое название Перехватчик Джедаев. В принципе, как бы это тавтологически не звучало, назван он, потому что его чаще всего использовали джедаи до Войн Клонов. А также вот в первой части, это мы могли заметить в мультсериале Войны Клонов как раз. Ну вот так вот все выглядит. Ну и давайте рассмотрим. Перед вами именно истребитель Убивана Кеноби. Он отличается от других, с этим бордовым и белым оттенком. Ну и вот сразу хочу сказать, что его детализацией обделили. Здесь она очень скудная, и функций прям таковых важных нет. Даже нет никаких ракеток. Есть какие-то второстепенные, есть ножки, которые примечательны для истребителей. Ну а прям ничего такого важного нет. Давайте сначала рассмотрим детализацию. В принципе, хоть она и скудная, но в принципе более-менее. Здесь вот есть такой красный и белый оттенок, который не несет ничего такого важного. То же самое с ложками, который тоже просто. Хоть дизайнеров такой. Здесь вот мы видим пропечатанную деталь знака республики. Ну а также вот здесь вот на корпусе мы видим различные принты. Внимание, это принтованные детали, не наклейки. Это очень классно, потому что детали интересные. Здесь вот такой вот нос, лобовая часть. Ну и вот здесь вот есть кабинка. Кабинка. Давайте сначала посмотрим заднюю детализацию. Здесь она тоже есть. Она примечательна как раз для истребителей вот этого типа. Это уже похоже. Да, это тоже пропечатанная деталь. Такой небольшой флажок. Точнее, не небольшой, а большой флажок. Можно вот так при желании ей подвигать. В принципе, тоже абсолютно дизайнерский ход. Никакое намерение не несет. Очень интересно выглядит. Здесь вот есть рукоятки для меча светового. Ну и в принципе, как раз мы можем туда вставить световой меч у Бивана и посадить его в кабину. Аптектирует игровая часть. Вот. К сожалению, бинокль некуда убрать. Никак не зацепишь. Ну вот. Открываем кабину. Она открывается довольно легко. Есть вот пульт управления в виде пропечатанной детальки. Вот там вот такой вот синяя деталь, куда надо как раз поставить. Точнее, посадить фигурку. Не знаю, для чего это сделано. Возможно, для людей с очень низкой ориентацией, чтобы они заметили яркий цвет на вот этом всем фоне. какие-то тут дизайнерские. Работка какая-то дизайнерская. Вот так вот сидит. Довольно неплохо. Ну и вот. Можно закрыть как-то. Как-то вот так вот можно закрыть, да. Выглядит довольно интересно. Ну и чтобы он полетел, с места вылетел. Надо все вот эти посадочные ножки поднять. Подниматься не то же, но просто. Стоит из нескольких деталей. Ну и вот здесь также находят. Сзади нет никакой детализации. Просто выделен каркас. Ну и ничего такого особенного. Ребята, я чуть не забыл упомянуть, что вот здесь вот на правом крыле для меня, если смотреть с лобовой части, если задней, то на льям крыле, находится астромеханик. Его имя я не помню, оно где-то будет подсвечиваться на экране. Ну и в общем вот такая вот деталь. Так вот делали астромехаников в то время. Ну и теперь самая интересная часть моего обзора это сравнение. Сравнение я буду не с версиями 2017 года, вот этого сета, а с версиями 2008 года и 2010 это истребитель Пло Куна и истребитель Асоки. Для полной коллекции мне не хватает только истребителя Энакина и истребителя Мейс Виндул. Все эти истребители одного типа и выполнены в разные года. Поэтому конечно же есть какая-то вот какой-то апгрейд вот какое-то улучшение старых моделей есть. Но по всем параметрам выигрывает вот самая старая модель. По высоте я думаю вы сами видите что выигрывает средняя. Вот так вот если посмотреть на глаз хотя бы посмотреть в принципе если еще вытянуть ножки то победить средняя. По длине вам сейчас плохо видно поэтому я поставлю их в горизонтальную позу. так упс сейчас все подровняем подровняем чтобы было получше видно да и даже в таком сравнении видно что более вытянутые версии 2002 года Оби-Ван ну и я думаю на этом версии сравнение версии подходит к концу как и весь обзор. Ну а теперь моя оценка этому набору. За минифигурки я поставлю плюс-минус я сначала думал ставить минус-плюс но потом решил что так как здесь есть эксклюзивная минифигурка Оби-Вана я не буду снижать балл хотя мне не нравится что астромеханик обделен у него нету тела хотя бы могли положить туловище то есть его основную часть основания чтобы было поинтереснее играть ну а также мне кажется здесь нету какой-нибудь такой второстепенной фигурки например могли бы добавить сюда жителя камина так как одна сюжетная линия далее по детализации я поставлю плюс-минус а точнее минус-плюс я думала сначала ставить минус-плюс или плюс-минус я даже сам сейчас не уверен но наверное я поставлю минус-плюс несмотря на то что здесь есть интересные принтованные детальки интересный цвет мне не нравится что так скупо и как-то непосвойственно голым он выглядит потому что например если сравнивать с последующей версией то она на его фоне выглядит получше конечно там есть свои недостатки но тем не менее я сам не уверен поэтому или минус-плюс или плюс-минус я так и укажу ну и далее идет функциональность по функциональности все тоже худо мне сначала думал ставить минус-минус-плюс и потом такой ах ладно поставлю минус-плюс так как надо дать шанс первому истребитель джедаев в нем нет никакой важной функции в нем есть конечно второстепенный но я дам ему шанс так как в последующих версиях уже он исправлен ну и последнее это играбельность заиграбельность я поставлю плюс-минус потому что для того чтобы вдоль поиграться надо купить еще что-нибудь еще вот что-нибудь такое вот такой интересный ход компании лего экономически такой например надо купить слайд джангл для полноценной игры или раз уж тебе не хватает денег в него покупай какой-нибудь набор поменьше чтобы появились противники к этому истребителю ну а на этом я думаю можно заканчивать всем спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на канал делитесь этим видео друзьями подписывайтесь также на группу вконтакте ссылочка будет в описании и всем удачи всем пока пока субтитры